Добрый день! Это прямой телерадиоэфир Комсомольской Правды. Меня зовут Антон Челышев. Прямо сейчас мы поговорим с вами на тему, которая становится очень актуальной каждый год, каждое лето, будь оно очень жарким, как в 2010 году, или стандартным таким российским летом, как в любой, собственно, год. Поговорим мы сегодня о правилах поведения на воде, потому что, к сожалению, как только вода прогревается выше определенной температуры, люди спешат в эту воду окунуться и не всегда делают это, соблюдая элементарные правила. Вот об этих правилах мы сегодня поговорим, а пока для начала давайте посмотрим материал, который сняли наши коллеги из Уфимской редакции Комсомольской Правды. Поговорим о том, как в Уфе обстоит дело с безопасностью на воде. Вот и наступили жаркие деньки, когда после душного офиса в будни или прямо с утра в выходной можно пойти на пляж, прогреться как следует и даже искупаться. Тут главное не переусердствовать, ведь приятные покупашки могут стать настоящей трагедией, особенно если выпить пенных напитков. Сегодня мы расскажем вам, как спасти друга, если он начал тонуть и выбраться сам точно не сможет. Помогают нам спасатели башкирского отделения общества спасения на водах Григорий Гаврилов и Руслан Сарвалиев. Итак, представим себе, что вдруг ваш тонет. Увидев, что вот-вот случится ЧП, в воду бегом марш. Пусть это будет самый трезвый и спортивный, а то вытаскивать придется уже двоих. Сначала посмотрим, как это делают профессиональные спасатели. Спасатели уверены, помочь другу или, не дай бог, ребенку сможет каждый, кто хоть немного умеет плавать. Давайте мы вам еще раз уже медленно покажем, как это делается. Подплываете к человеку, не доплывая двух метров полутора, подныриваете под него, так, чтобы оказаться со спины. Руку бросовываете под его руку и своей ладонью беретесь за подбородок. Кладете его на себя и начинаете крести в сторону берега. И по возможности зовете еще кого-то на помощь, чтобы вам помогли транспортировать человека. Но что же делать, если человек нахлебался воды и потерял сознание? Григорию повезло. Вытаскивал он парня, а первую помощь будет оказывать красивой девушке. Если у вас позволяет раниться в весе и вы сможете положить человека на свое колено, то перед тем, как делать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, положите его на колено и сделайте несколько нажатий, чтобы вышло как можно больше воды из рта. Производим искусственную вентиляцию легких. Для этого нужно взять под шею голову, закрыть нос пальцами плотно, запрокинуть голову до конца и сделать два вдоха. Вот здесь вот, где мечевидный тросток, все знают его как солнечное сплетение, вот здесь вот от него отступаем два пальца, потом на грудину кладем руку, большой палец вдоль грудины, вторую руку сверху и прямыми руками начинаем надавливать на грудь. И каждый раз считаем. Вот эти движения происходят с той очередностью. Один вдох, пять нажатий, либо два к пятнадцати. Хотелось бы, чтобы, скажем, работы у спасателей было как можно меньше. И, скажем, на практике это не понадобилось и не пригодилось. Но мы всегда готовы оказать первую помощь пострадавшим. И все, что касается первой дворочередной помощи. Станислав Шахов, Комсомольская правда, Уфа, Созера, Кондреколь. Ну, вот таким вот замечательным образом борются с утопающими, не с утопающими, конечно, борются, а борются вот с подобного рода чрезвычайными происшествиями уфимские спасатели. И очень хочется, чтобы сейчас вот эти вот меры, спасательные какие-то мероприятия прокомментировал профессионал. Этот профессионал пришел в нашу студию. Я с удовольствием представляю вам, дорогие друзья, заместителя начальника, заместителя главного государственного инспектора России по маломерным судам Николай Крючок у нас в гостях. Николай Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте для начала назовем телефон прямого эфира. Мы в прямом эфире работаем. И я полагаю, что достаточно много может быть вопросов, каких-то просьб о консультации со стороны наших зрителей и слушателей. Я напоминаю, что это прямой теле- и радиоэфир. Поэтому, друзья, если вы хотите нашему гостю Николаю Крючку задать вопросы, звоните по телефону 8 800 100 ровно 17 01. 8 800 100 ровно 17 01. Николай Алексеевич, ну, для начала давайте, может быть, как-то прокомментируйте то, что мы сейчас увидели правильно в Уфе, помогают утопающим. Ну, конечно, это правильно. И хотелось бы акцентировать на это внимание. Вот здесь спасатели именно показаны. Поэтому я призываю всех людей наших отдыхать только на специально оборудованных пляжах. Потому что на этих пляжах есть спасатели, которые обучены, которые прошли обучение, прежде чем их туда допустить. И они могут оказать правильную и своевременную помощь. И цифры говорят о том, что на пляже гибнет меньше всего народа. Если взять, допустим, прошлый год, то всего в России за целый год погибло 5 653 человека. И при этом на пляже погибло всего лишь 15 человек. В этом году на пляжах не погибло ни одному человеку. То есть основная гибель происходит на... Это данные по всей стране? Это по всей стране. Это по всей стране. Вот за 2012 год на пляжах, которые открыты, официально были, где отдыхали люди, там погибло всего лишь 15 человек. Всего лишь 15. Это почему происходит? Потому что на этих пляжах есть специально обученные спасатели, которые могут оказать помощь своевременную. На пляжах есть медицинские работники, которые также могут оказать своевременную помощь. Пляж оборудован в соответствии с теми требованиями, которые для пляжа. И прежде чем допустить его к эксплуатации, сотрудники государственной инспекции проводят его освидетельствование. И только лишь после того, когда все требования соблюдены, это и есть и спасатели, и есть и медицинские работники, подготовлена сама территория пляжа, оборудованное место для купания детей, есть специальное средство спасания, есть меры, то есть плакаты, дно подготовленное, нет там ни коряг, ни камней. Ну и санэпидемистанция, конечно, тоже проверила воду, и здесь и можно купаться. Вот только на этих пляжах и можно отдыхать, и можно быть уверен, что там будет оказана своевременная помощь. Вот смотрите, уже по существу середина лета, да, переваливает, а на официальных пляжах не погибло ни одного человека. Сейчас открыто вот на данный момент порядка где-то трех тысяч пляжей. Вообще на учете состоит три с половиной тысячи пляжей. Я скажу, конечно, это, наверное, цифра маленькая для всей России, если смотреть. Больше всего пляжей у нас в Южном федеральном округе, в Краснодарском крае одном более 500 пляжей. Они почти все там открыты, за исключением некоторых, которые, может быть, именно по санэпидемиадзору не подходят. В прошлом году было открыто почти все из трех с половиной тысяч пляжей. Там мы не допустили порядка пятидесяти пляжей, которые так и не оказались готовы. Но мы добились того, что органы местного самоуправления открыли порядка двухсот с лишним пляжей дополнительно, те, которые не стояли на учете. И вообще-то вся эта работа происходит не только сотрудниками МЧС России, Государственной инспекцией по маломерным судам, спасателями, а и другими федеральными органами. Мы привлекаем и полицию, мы привлекаем органы рыбоохраны, органы местного самоуправления. Ведь основная функция – это обеспечение безопасности людей на водных объектах. Это органы местного самоуправления, задача согласно законодательству. Николай Алексеевич, а вот сразу вопрос такой, пляжи, я не знаю, насколько это актуально для в целом России, хотя, если, например, брать тот же Краснодарский край, там это явление тоже массово присутствует. Пляжи бывают государственные, муниципальные, но пляжи бывают и частные, которые берут в аренду. Я вам скажу, что, как ни странно, именно частные пляжи, бизнесмены – это наблюдение, опыт подсказывает за последние годы, что там больше всего порядка, в принципе. То есть люди, если берут, конечно, есть и люди недобросовестные, которые пытаются какой-то прибыли, причем незаконным способом. На пляжах категорически запрещены палатки со спиртным, распивание спиртного. Государственная инспекция следит за этим. Конечно, у нас нету таких прав, чтобы запретить это. Но мы используем, я уже сказал, органы МВД, полицию, если видим, что люди там употребляют спиртное. А это один из, наверное, основных факторов гибели людей. Я вот назвал цифру, 5653 за прошлый год погибло. В состоянии алкогольного опьянения около 2000, чуть-чуть меньше. То есть цифра говорит о том, что люди гибнут в основном, когда переусердствуют. Когда пьют. Когда влага не только снаружи, но и внутри. Да, и внутри. Николай Алексеевич, вот москвичи знают вот этот термин интересный. Я полагаю, что наши зрители и слушатели в регионах тоже с ним хорошо знакомы. Есть зоны отдыха с купанием. Вот как, например, пляжи в Москве, если там, допустим, тот же Серебряный Бор, Черное море, пожалуйста, везде, где можно. Есть зоны отдыха без купания, где по разным причинам либо, условно говоря, дно неподготовленное, либо течение, либо какие-то подземные источники, либо санитарно-эпидемиологические какие-то показатели. Там купаться нельзя. Но, тем не менее, мы знаем, что нашему человеку, даже если он трезв, море все равно бывает зачастую по колено. Вот как своим вниманием охватывают зоны отдыха без купания сотрудники МЧС, спасатели, Государственные инспекции по маломерным судам? Антон, я понял вас. Но, кстати, вот наиболее характерный именно вот такой терминологии, такое распространение, кстати, для Москвы. Для других регионов там в основном стараются как бы использовать водоемы, чисто пляжи для того, для купания. Потому что, ну и возможности там больше. Москва это мегаполис, да, и здесь водоемов как таковых немного. Сейчас 13 пляжей открыты для купания в Москве. А без купания порядка где-то 37, ну около 40 таких мест в Москве характерно. Ясно, что Москва большой мегаполис, жара, и люди стремятся, и есть много водоемов в Москве, которые, к сожалению, прежде всего по санитарно-эпидемиологическим своим свойствам, ну там палочка или другие какие-то, и санэпиднадзор не разрешает людям там купаться, потому что всякие болезни могут возникнуть. К сожалению, вы правы, народ продолжает купаться. Более того, там, конечно, и неподготовленное дно. Коряги, вот совсем недавно в вашей же газете была статья, да, спасатель МЧС России оказал помощь и пришло к нам письмо от тех, кого он спас, для того, чтобы благодарность. Я знаю, начальник главного управления принял решение о поощрении, и министром совместно кадрами готовится приказ о поощрении этого человека. Ну, если купаться нельзя, то я не советую. Там купаться, да, потому что можно подходить разные кожные болезни, не дай бог, что-то внутрь попадет палочка и другие более тяжелые болезни. Ну и самое главное, что можно напороться на корягу, на бревно, на арматурину, которая тоже очень много может принести. Николай Алексеевич, у нас есть телефонный звонок, Юлия до нас дозвонилась. Я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 100, ровно 17 01, и вот Юлия молодец, оперативно, правильно на все кнопки нажала, попала в прямой эфир. Юлия, здравствуйте, откуда вы звоните? Здравствуйте, я звоню из Москвы. У меня вот такой вопрос. Какие пляжи в Москве облагородены для купания, и есть ли такие пляжи, где работают спасатели? То есть, может быть, там где-то есть спасательная львушка? Спасибо большое, Миколай Алексеевич. Юлия, ну а пляжи все, которые 13 в Москве, они открыты и допущены. Значит, на всех этих пляжах должны быть спасатели. Специально обучены, есть специальная программа подготовки, по которой они обучаются. И сотрудники государственной инспекции никогда не допустят этот пляж к эксплуатации, если спасателей там не будет, не будет оборудовано их место, то есть, ну, вышки соответственно. И они при представлении данного пляжа, они не покажут о том, что прошли свои обучения, что получили соответствующее удостоверение о том, что... Поэтому все те пляжи, которые 13, они должны быть со спасателями. Ну, я надеюсь, что Юлия ответ на свой вопрос получил. Ну, а список этих пляжей, Юлия, вы можете найти... Есть, да, в той же Комсомольской правде. И на нашем сайте, и на сайте МЧС, естественно. Да, и на сайте Главного управления города Москвы. Эта информация есть. Ну, напоследок, вот, Николай Алексеевич, как проходит вызов по номеру экстренного вызова? Кто получает информацию, кто ее передает, как она доходит до непосредственно спасателя? Ну, есть у нас специальные национальные центры управления в кризисных ситуациях. Есть центральные у нас, Инсукс, которые находятся на... Каждый субъект Российской Федерации также имеет Инсукс. Здесь есть телефоны горячей линии, телефоны доверия. Поэтому все они на сайтах Главных управлений МЧС России по субъекту Российской Федерации есть. Поэтому я советую всем жителям нашей страны, не только Москвы, а зайти на сайты Главных управлений МЧС России. Там есть телефон доверия Центра управления в кризисных ситуациях, которые при любом, не только на воде, при пожаре, при других чрезвычайных ситуациях, переключат на те соответствующие структуры, на те соответствующие службы, которые могут оказать помощь по тому или иному направлению. Я напомню, что говорим мы о безопасности на водах. В гостях у телеканала и радиостанции «Комсомольская правда» заместитель Главного государственного инспектора России по маломерным судам Николай Крючок. «Комсомольская правда»